добрый день знаете мы после а корпоративного выезда когда отмечали день рождения компании у нас теперь есть новая фишка как проверить слышите вы нас или видите вы нас потому что наш замечательный ведущий из числа наших сотрудников говорила так кто меня слышит хлопни раз хлопни методу в ладоши не хлопни хлопни вот спасибо спасибо всех приветствуем сегодня в эфире я наталья шап и татьяна инкина и я хочу сказать что сегодняшний этот эфир и сегодняшнюю эту онлайн встречу мы приготовили совместно начиная от некой идеи которая вот ну так скажу нам в голову пришла и заканчивая тем что мы его общем то а вдвоем создали и вдвоем еще и ведем и так маленькая предыстория как всегда буду экономить время потому что у нас там 40 минут мы увидели что больше продолжительности как бы ну обучение или там ролики или еще какие-то вещи то есть смотрят прям уже совсем мало не досматривают мы видим кто уходит раньше и кто не досматривает потом записи и заносим это в свою маленькую серенькую книжечку шучу в общем а 40 минут поэтому смотрите как бы странным это не казалось мы сегодня не при рекрутинг мы сегодня не про привлечение в бизнес мы сегодня про расширение так скажем поста постоянных лояльных и как мы их называем вечных покупателей ради бога пусть они будут покупатели но они будут вечными покупателями это тоже очень хорошая нужная история когда у вас есть на большое количество консультантов которые так скажем регулярно покупают себе своей семье друзьям знакомым неважно и плюс я еще отдельно попросила про этот вебинар сегодняшний рассказать в группе руководители старт-поинтов старт-поинтов почему потому что вот ну каждый руководитель старт-поинта в общем-то сталкивается с тем что для того чтобы расширить там увеличить свой оборот ему нужны как раз вот те самые там вну количество заказов потому что там оборот растет и они думают куда пойти где их найти как и там мы не знают там привлечь и так далее поэтому мы придумали такую историю 5 кейсов и 5 ключевых потребностей которые в общем-то закрывает продукты компании мы там поэтому сегодня мы будем говорить про людей про поводы и про продажи причем а я сейчас ну наверное начну так немножко там истории да а татьяна как раз будет как специалист с огромным с огромной экспертизы огромным опытом огромным стажем работы с продуктами да то есть он больше будет рассказывать про них а я буду там наверное больше там про продажи хотя мы воды наверно накидаем вам сегодня кейс так вот что еще хотела сказать если вы уже супер молодец вы прекрасно понимаете прекрасно продаете да то есть вы отдайте этот вебинар и дайте посмотреть тому кто еще ну не совсем там гуру в продажах да то есть может быть мы вас сегодня натолкнем на какие-то там может быть интересные мысли мы сами этого не сможем сделать если кто-то с той стороны зайдет это извините всегда сигналы подают их против технические проблемы что мутно очень сказали нас видно вот а мы такие красотки ему надо чтобы было видно очень хорошо итак поехали слайды надеюсь всем видно да то есть вот и след на следующем слайде если кто-то узнал этих персонажей самого такого центрового персонажа по центру кто смотрел этот мультик поставьте что-нибудь в чат любой символ если у вас доступен чат вы не с телефона смотрите вам удобно вот да написала ольга комкова и поставила много много плюсиков да это наш любимый как выяснилось с татьяной персонаж из мультика тайна какого ее зовут бабули то бабули то а причем я недавно выяснил что это на самом деле испанское имя я просто думала что это так ласково бабушку называют ну то есть тут все совпало так вот почему сюда вот на этом слайде я это бабули то вынесла сейчас коллеги секунду мы тут техническую как раз эту историю решим вот сейчас мы отключимся просто на секунду что что они там делают что что о отлично так вот почему здесь появился этот персонаж вы знаете я сталкиваюсь достаточно часто с тем что не зная полностью всю продукцию весь ассортимент компании мы там очень многие именно потребители покупатели которые там прослышали видели ли кто это рассказывал а считает что это вот компания в которой нужно ходить бабушкам и покупать всякие поддерживающие бабушки на здоровье средства ну то есть компания для бабушек то есть продукция для бабушек которые вот заболели да и поэтому не ходят я вам клянусь их однажды возле нашего офиса продаж а ко мне подошла одну реально бабушка сказал извините вы не знаете здесь аптека я ксу что но я как бы ну не из этого города я не знаю есть ближайшая аптека нагреть нет прям в этом здании аптека я здесь нет аптеки здесь вот но офисы как бы и вот офис компании мы там от маски такие продают удобные очень адык это вам к нам и проводила отвела в торговый зал она попала тут представляете как ну люди там друг другу рассказывают да то есть вот ну аптека в которую бабушка там видите очень многие думают что к нам за продукцию можно нужно обращаться тогда когда не знаю там что-то заболела вылезла зачесалась там и так далее но это же как бы ну не совсем правда поэтому мы посмотрели на некие группы людей которые ну у нас среди потребителей среди клиентов еще не очень много а как раз им ты можно предложить там все что угодно и поэтому сегодня будем про эти группы потребителей и про а не знаю тот кейс из продуктов который точно можно предложить хотя я уверена что вы прекрасно знаете что там можно можно сделать так вот про потребности смотрите эволюция продаж у нас состоит из нескольких там минимум из нескольких пунктов начиная где-то с 2003 4 года то есть сначала у нас были просто продажи данную обычные продажи причем они предполагали что если мы человеку рассказали о каком-то продукте какой-то услуги сделали презентацию году он там пошел и купил затем выяснилось что оказывается можно работая с покупателем и с клиентом дату и задавая ему вопросы до осуществлять кросс продажи просто даже перекрестные продажи выясняют какую-то еще дополнительную потребность предлагать еще какой-то продукт и очень многие из вас это делают когда например человек приходит и говорит слушайте у меня вот у вас нет пластыря от шпор ну я просто свои тести рассказываю реально ко мне вот так подошел человек на улице и когда мы там стояли поставляли компанию мы там причем я слышала как про компанию рассказывает человек который идет мимо проходит ведь нашу стойкую ну чего тут чего тут интересного ну вот корейская косметика продается очень многих еще до сих пор вот это вот историю корейская косметика кто-то там китайская косметика туда китайские пластыри тут что-то с китайской медицины связаны так далее это очень сужает на самом деле шансы что этот человек придет если у него ну он как мы не нужна ему корейская косметика или китайский пластырь так вот я разговариваю с человеком да он пришел спросил там допустим про тот же самый пластырь там от шпоры куда есть вот пожалуйста замечательная история вот вот а есть еще другие варианты смотрите есть вообще в принципе как бы плану биостикер это такая тема могут нет нет меня только вот эта проблема только мне одну чтобы не больше ничего не надо и когда-то спрашиваешь что если у вас там дети есть да а там сейчас скоро же школа скоро же школа да вот этот мир опять начнется да и через детей мы сделали там кросс продажи или через там не знаю там взрослых родителей или право там не знаю про мужа спросили или она рассказала что она в поездку собирается и мы говорим слушайте в поездку нужно обязательно взять вот эту вот историю то есть кросс продажи это выясняя какую-то еще одну там не знаю потребность да ты предлагаешь из другой линейки из другого ассортимента то есть какие-то перекрестные вещи которые по идее человек не спрашивал а даже если вы когда приходите в аптеку и покупаете капли для глаз ну не дай бог конечно да ну там знак от сухости глаза то вообще нормальный первостольник нормального человека который стоит в аптеке по идее должен предложить вам минимум дополнительные какие-то продукты к ней к нему то есть хотя бы там не знаю там стерильные салфеточки да для глаз ну то есть вот вот или я тут недавно покупала средства которые вены держат типа ну гель и хороший аптекарь сказала вы знаете вообще-то нужно еще изнутри эту историю да то есть крем снаружи как бы который там держит вены это хорошо но вообще-то нужно еще идут ну то есть понятно что там как бы они знают хотят помочь дает там проблему понимают но это тоже кросс-продажи потому что ну тот кто не заинтересован там в уличении товарооборота отдаст мне этот гель до который и все и как бы больше ничего не скажет а девочка была оказалась заинтересована ну либо просто людей любит бывает такое так вот следующий этап развития был кросс-продажи да да код на сегодняшний день уже еще один этап развития в продаже так называемый ценностной продажи то есть мы работаем не столько с товаром и не столько с проблематикой ну то есть вот к нам человек пришел в проблемы сколько мы работаем на уровне его ценности что он вообще думает что он знает а тем более что у нас все все увеличивается увеличивается то есть новую категории здоровья да а там это все-таки воды это там травяные таблетки представляете у человека если совсем нет в ценностях то есть вот этой истории что я буду поддерживать организм или я буду полностью поддерживать всю систему организма они там глушить там там одной таблеточкой боль то есть нет у него этой истории или у него есть сопротивляемость какая-то жуткая а допустим тем же самым бадом ну то есть мы там вот эту историю не продадим если мы понимаем что ну вот там на уровне ценности как бы ну нет такой штуки я смотрю на мужчин который у нас тут ремонт делают на первом этаже такие сидельцы но у них постоянно разговор одни те же не говорят я по первой фотке и по второй ход серьезно такое ощущение что их подбирают но я не специально они громко разговаривают так вот я понимаю что как бы ну в по идее то как бы ну я где-то могла ему прийти и предложить этому мужчине а прийти к нам да то есть сказать что у нас вот есть допустим ливер по я уверена он им нужен да да еще что то но я понимаю что там в ценностях вообще нет такой истории как здоровье свое да то есть вот 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 прям может быть есть какая-то ценность там здоровье семьи но они скорее всего вряд ли об этом думают да ну или там не решают эту историю ну то есть вот если мы хотим привлекать новых людей увеличивать свою клиентскую базу нам нужно смотреть с кем мы еще можем поработать чтобы у нас не было а как бы такого одного потребителя вот если сейчас здесь есть у нас среди участников руководители офисов не дайте мне соврать формируется среди клиентской аудитории некий такой портрет узнаваемый ну то есть вот похожие люди с похожими не знают им похожий возраст похожие задачи похожие проблемы там вот прям он прям формируется потому что они вы начинаете работать с ну с примерно одними теми же потребностями ну например как ни один из руководителей офиса не буду говорить каком регионе скал к нам молодежь не приходит никогда я говорю почему вот отчет от молодежи делать они все здоровые они все красивые и мчутся за собой там ухаживают не правы и правы она они к нам вам не приходит потому что вы не подцепили какую-то их ключевую ценность я это всегда смотрю там на круге там своих знакомых своих родственников и так далее то есть как только ты начинаешь работать не просто на продажу дату я могу прийти рассказать что у нас есть таблетки молодости а могу а подцепить вот как раз ту самую ценность да а что ценно ценно хорошо выглядит ценно хорошо себя чувствовать ценно позаботиться допустим о родственниках там не знаю подруги а а мужа и так далее ценно чтобы ребенок нормально в школе учился и ну то есть и так далее там что на уровне ценности зожники одна история люблю себя вторая история и так далее и так давайте посмотрим мы сейчас как раз вот почему мы еще не стали так сильно затачиваться как вы говорите лечебка да не умеют крема продавать а лечебку в лед комментарии считаю да 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 есть такая история вот а мы кейсы которые подготовили там и уходовые средства и лечебка чтобы не было да да продавать единственное чтобы я не называл ее лечебкой понимаете вот я как человек который как бы считает что он не больной да ну плохо просто плохо обследование да человек который считает а я не болезнь чем не лечиться то есть это может вызывать не очень позитивную такой шлейф да то есть также как узнаете мне слово больница больница мне сразу на герке от слов болеть да да даже аптека то есть я в аптеку по хорошим поводом не хожу ну то есть как бы ну как-то у меня так случается вот а в мы там с удовольствием хожу по хорошим поводом ну то есть вот может быть слова лечебка еще до оздоровительные да вот может быть как-то заменить даже для себя даже для себя хотя у вас хорошо лечебка в лет если идет не надо ломать то что работать молодежи типа те же проблемы здоровья с кожей они нормально прислушаться тренинг нации покупает ясто талии не то что соглашусь мы прямо сейчас отдельный кейс про это разберем ну что ж поехали так уже 14 минут вам подготавливаю подготавливаю поехали и так про ценностные продажи кейс номер 1 и потребность номер 1 назвали мы это все вместе охота рыбалка хотя по сути охота рыбалка естественно не ограничивается но это для себя как бы и для вас чтобы вы потом вспоминали она была ну как бы хорошо очень угло и очень хорошо запоминалась то есть эта категория и людей которые в силу своей или работы или хобби или какого-то увлечения там спортивного да в общем-то сами себя подвергают риску получения растяжений травму не знаю там нам воздухе много времени проводят не очень о себе заботиться там прострелила там заболела износа потекло и так далее причем когда мы говорим про уровень ценностей этих людей то мы сейчас говорим обите сверху написано я хорошая заботливая жена да а на картинке такой охотник мужик прям брутальный почему потому что в основном все-таки не знаю ну очень большой процент к нам приходит женщин покупателей и это нормально абсолютно причем я уже несколько раз говорила про эту статистику я еще не видела статистику за двадцатый год либо ее не проводили вообще ну до 21 рано еще до за 20 либо это вообще это вопроса не было либо я просто найти не могу но вот в девятнадцатом году и восемнадцатом я смотрела то есть в россии и в соседних странах то есть вот практически на ну то есть до европы то есть азия и россия там часть тех стран которым сам белоруссия украина все-таки в семье ответственный за здоровье обустройство быта дома воспитания и лечения детей на общее лечение семьи отвечает женщин ну как-то так сложилось мужчин появляется все больше и больше то есть откуда эта статистика берется то есть люди которые работают в частных клиниках то есть они смотрят кто записывает на прием детей кто с ними ходит кто с ними определяет там ну то есть какому врачу не пойдут там выбирают из специалистов так далее мужчины или женщины так вот в основном то женщины бабушки мамы а тети сестры все равно пока это вот вот эта история да поэтому прийти как покупатель скорее всего придет жена ну то есть вот 0 тот кто отвечает за этого охотника или рыболова алена броню ох уж женщины везде успевает вы знаете man говорил что 8 мы вернулись все пропало коллеги поставьте плюсик пожалуйста потому что я вижу что видно слышно да пропало пропало пишут я думаю что уже вернут теперь видно все так вот я остановилась на том не знаю как на какой фразе вылетела но скорее всего на фразе что еще man говорил да и что есть такая статистика что 80 процентов вообще всех покупок в мире совершают женщин я вот но не не очень этому верю но откуда же эта цифра там все таки есть да наверное соглашусь но потому что за очень многое в семье действительно отвечает женщина ну как-то так сложилось так вот когда мы говорим про ключевую ценность которого здесь сверху на слайде написано то она звучит так я молодец я хорошая я заботливая я опытная я знаю он опять поедет вот туда на этот свой сплав на этот свой там не знаю рыбалку охоту на эти своих с мужиками там на яхте покататься и он обязательно простынет или у него вот это защемит он будет таскать что-то тяжелое или он поедет в деревню а там нужно будет не знаю там полейницу сложить я не знаю как как это правильно вот и она говорит не знаю поэтому всегда дома должен быть айраж всегда думаю так далее поэтому здесь ключевая ценность не серии а чтобы он не заболел а из серии я хорошая жена я заботливая я опытная не потому что он мне там спасибо скажет или еще что то и если мы говорим подцеплять именно эту ценность то разговор тогда и продажа должна будет строиться как раз в таких примерах и кейсах то есть ну бывает же так что вот вот они приезжают да там палец на там не знаю там повредила потом еще ухо у него не слышит стреляет нам так далее вот а у вас как раз вы позаботитесь вы это сделаете вы сделаете заранее еще лучше запас вот и рашек если честно нужно запасик держать потому что как бы он еще и другим мужикам там поделиться чем не дай бог там они там себе там прищемят или там ну и так далее вот поэтому здесь когда мы работаем с ценностью не с ценностью мужчины который будет этим пользоваться а с ценностью того человека который вот ну покупает да и для чего он это покупает тань расскажи откуда это вообще взялось это первое что нам пришло на самом деле в голову и давай про да про продукты я могу даже вот так чтобы тебе близко чтобы тебе ближе был да я кто знает да я очень давно больше в этом году уже 21 год занимаюсь экстремальным видом а спорта это сплав по горным рекам и я буквально три дня назад вернулась с одного из таких сплавов и в этом году нам обещали матрасный отдых всегда это экстремально всегда это страшно всегда это серьезные пороги и были там трагические у нас случаи за эти 20 лет в этом году нам сказали короче берем детей новая река новые маршруты матрасный отдых мы такие детей взяли подготовились но знаете я о опытно и заботливо поэтому я взяла с собой огромный мешок нашей продукции причем разные и от простуды и естественно мне было огромное две пачки больших упаковки разных пластырей вы сейчас их увидите на кейсе потому что они на самом деле при нашем матрасном отдыхе с объясню почему так получилось они спасли очень много мужских спин было много мужчин и слава богу мне хватило пластырь и заклеить их все потому что первая речка на которой мы должны были спуститься в реку чурыш она оказалась очень мелкой уже сейчас сезон август вода не так а мы очень груженные были и в общем не рафт нас катал а мы таскали рафты ну мужчины поэтому первый же первый же переход это было удивительно вообще вещь но выходили все посреди речки просто тягали эти лодки неподъемные естественно они все кривые косые вышли с первого же с первой переправы до первый день у нас сплава был не тут на помощь пришел наш пластырь знаете заклеивала реально всех поясницы там ноги но я хочу сказать что ребята были очень благодарны наши парни да и я их спасала вот таким образом причем благо что мне было очень много пластырь и с собой хочу сказать что сразу уехала большая посылка в москву потому что там москвичи у нас были здесь барнауле меня уже осуществляются продажи короче лечебку мы продаем тоже очень хорошо вот и когда человек увидел на себе это ощущение они сидят и говорят слушай это как вообще как такое может быть что я спина и до этого беспокоила естественно них потянули сорвали потому что выжились неимоверные просто усилия прилагали на нашем матрасном сплаве вот и вот таким вот образом я их спасала поэтому з з заботливая о опытная наташ наверное тоже расскажете да свой свой опыт потому что вот реально девчонки кто-то даже в голову не придет сейчас еще секунду кому-то в голову не придет ну просто вы же для этого есть чтобы эту мысль голову посидеть а вы знаете как как приятно и как невероятно круто но это мои амбициозные наверное вещи я очень люблю быть там в центре внимания мне не надо там благодарности но я должна быть такая прям самая крутая а то есть если как бы вы вы увидите что у человека да у женщины есть такая ценность быть number one я называю сам должна быть везде номер один то точно с ней можно работать еще и на то чтобы она могла рекомендовать кому-то или там запастись на дачу еще куда-то неважно у меня есть там у меня и другое хобби это яхтинг то есть это яхты парусные парусные яхты особенно когда это гонки то есть это не просто по катушке не просто отдыха когда это гонка и там есть хороший ветер то люди неопытно это я ну я тебя любители естественно не для профессионалов люди неопытны когда первый раз попадают первые самые травмы которые не получают они сбивают нафиг все пальцы а все выступающие поверхности на палубе а вторая история они очень часто обжигаются а веревками ну так по простому скажу веревками там и специальные названия то есть вот все что там есть шкод и фалы то есть он держит это в руках зачем-то с невероятной скоростью если очень хороший ветер парусность высокая то есть я видела содранные там чуть ли не до костей вот эти вот ладони и я это видела не первый раз и как на следующий год когда я уже поехала то есть я поехала причем я не была организатором то есть я поехала как участник но я взяла с собой я тогда еще не знала что по компании мы там поэтому я всегда с собой взяла перекись а я взяла там все вот эти вот там маленькие салфеточки и я взяла с собой спасателя очень много потому что это единственное что вот эти вот ну кожные вот в тот но в тот момент и а у меня еще человек спрашивает который там со мной поехал там фотограф будет очень зачем так много я таскаю что у вас сумки там я говорю это все пригодится и в первый же вечер после первой гонки то есть мы встречаем все лодки то есть я прохожу по этим лодкам естественно оттуда мужские команды мужские команды которые первый раз поехали на регату они вот так вот выскакивают а есть у вас вот ну а может у вас там чем-то йодик есть или зеленочка есть девчонки и я такая зеленочка йодик знаешь что сейчас вообще-то как бы подумать об этом надо было благо я у вас есть я подумал я реально ходила вот так вот раздавала то есть они естественно были благодарны да а я-то какая счастливая была вот это как знаете ни на одно мероприятие ни в одну командировку не на один тренинг нельзя выехать без скотча потому что он обязательно понадобится также не на одну природную какую-то историю спортивную нельзя выезжать без средств мы так так вот что это и замечательно хорошие заботливой жене которая тем более должна быть нам number one предложить давай ну кейсы они как бы одну продукту понятно да поэтому мы будем очень коротко но мы презентацию эту вам пришлем для тех новичков которые еще не знают что это за продукции например но вот смотрите здесь и раш не поставили вообще мы с лидии николаевны вместе набрасывали но я вам хочу сказать что это же вы понимаете да очень такая это не константа это то что вот действительно нужно но можно же будет сюда и другие продукты другие продукты сюда тоже можно будет включить смотрите точно с чем мы столкнулись да это же же коте сначала высоко в горах были речка была очень чистая естественно питьевая вода закончилась пили из реки потом это уже было опасно кто-то напился и началось но это как обычно да татун такой красивый будет новый далее он и началось то есть без басу там было бы очень грустно естественно были медикаменты но это тоже был спасала нас промочились ноги в речная вода очень холодная до горная река все мы пили арвегрин мы пили имбирный чай мы растирали кроме красное масло было фаху еще было вот понимаете вот это вот все вот просто медикаменты не пригодились мы занимались именно вот этим проходу рыбалку мгновенное облегчение тоже я всех натирала если чуть-чуть уже простудные пожалуйста берете и рассасываете наш бальзам травяной да чуй фэн тоже нужно ноги была пешка у нас такая серьезная маршрут ну серьезный маршрут там порядка 15 километров протопали по горам довольно тяжело вечером тибетский крем просто спасал всех ну а ливерпровод тоже должны понимать почему добавили потому что просто потому что мясо тяжелая пища я сегодня делала подборку фотографий и вот там такие великолепные фотографии там баланта из 5 литров джемисон 5 литров просто вот понимаете да очень тяжелое все и действительно ливерпро это тот продукт который тоже ну вашим мужчинам ну в любом случае они могут выпить но они будут очень хорошо себя чувствовать вот посмотрите вот 100 там это уже закрывается активность просто вы осчастливите одного какого-то человека возможно большую группу людей до которые реально охота рыбалка сейчас сезон охот начинается но мы вам не говорим именно вот это мы говорим о том что есть такая целевая аудитория на которую можно выйти с такими предложениями сейчас только познание если вы хотите активно да и найти этих людей да ну ради бога ищите хотя бы среди знакомых хотя бы одну подругу и знакомую который будет один рыбак или один охотник или один сплавщик а он там уже всем все расскажет и все и будет коробками отправлять серьезно а или спорт потому что но мы работа работать с тренерами да то есть которые спортивные тренеры а пластыри опять же массажное масло а в кстати а ты считала там и по одному в одной штуке можно детоксов можно больше да алена и татун красивый нам самим безумно нравится очень красивая новая новая упаковка поехали вторая группа второй кейс тоже о котором мы вот как раз да про молодежь я это тоже увидела здесь же у нас торговом зале то есть реально пришли мальчик с девочкой ну как я их называю мальчик девочки на тусим наверно было летом на 22 может быть 24 максимум и это так растерянно зашли то есть а тоже где-то на одной из городских тренировок они услышали что вот есть такой мытаны есть такие замечательные там продукты они пишут торговый зал и они так заходят смотрят а у нас как всегда у нас идет сильный ливень сильнейший мне кажется и вместе с ним отрубили интернет по всему городу нас такого никогда не был второй раз уже пропадает да я прочитала на то ли ваши сообщения мы это все начнем делать так вот они заходят как-то так оглядываются за достаточно ну большой он уютный да но там вот я я вспоминаю себя и когда сама первый раз зашла как бы там в зал май там торговый я первое что увидел тогда еще было были бижутерия и я естественно к стандартам с бижутерии думаю но я же не больным лишь вот это надо мне же бижутерии надо да красивая тут я понимаю все остальное что там стоит я не понимаю как это это много всего да то есть ну это же надо ходить что-то разбираться до благо есть менеджеры которые как бы работают торговом зале они там все помогли разобраться но я просто видела их так скажем смущение наверно да потому что они закон это у нас в торговом зале то есть ну таких пожилые женщины приехавшие с дачи затариваются активно и они так типа я говорю вы правильно попали все нормально все да здесь все и про пластырь и про все остальное так вот иногда они вот ну если нет вот этой ценности если они не понимают что такое здоровье прямо сейчас то для них наверно может быть как-то странно зачем туда пойду я хочу сказать что очень многие понимают это не то что тренд это модно то есть уже новое вот это поколение выросло уже абсолютно с этой нормальной ценностью что здоровьем нужно заниматься да это внешним видом точно нужно заниматься здоровьем нужно заниматься никогда тебе уже 50 или 60 как наши родители это делали да а заниматься сейчас и поддержание функции организма да они прекрасно понимают в какой экологической обстановке они живут и они нормально относятся уже и к бадам и к там травяным вот этим всем историям да к фитокапсулам то есть наоборот даже это даже моднее стало да то есть вот не хотели бы там аспирином да лечиться или там анальгином или еще чем-то да они хотели вообще не болеть да то сидит немножко лечиться не хочу лечиться хочу не болеть быть здоровым да я вам хочу сказать что как раз вот эта вот история а сейчас заниматься своим организмом сейчас там в 20 лет в 23 года я просто вспоминаю себя когда мне там бабушка говорила игорь чё ты там какой-то там чё ты там на себя мажешь но у меня был такой а тонечек думаю тонечек там а что все нормально те 20 лет говорит зачем ты я бы ну я не хочу чтобы как бы ну в потом в 60 как у тебя были морщины такой глубины что можно увидеть как бы пятку вот она не понимала для чего ты нормальная здоровая красивая все это ну как бы я просто хочу подольше такой оставаться то есть а вот эти ребята да то есть они уже там они формированные и у них уже хочу лечиться хочу жениться но чтобы жениться надо быть тоже здоровым всех местах и а если есть стойкое ощущение о чем это молодым предложим ничего у нас такого нет ошибаетесь естественно давай про кейс смотрите здесь тоже мы зашли не просто для молодых мы зашли смотрите они заходят молодые парень девушка что-то мы им для можем им предложить сейчас здесь и сейчас мы можем можем поговорить о том что для них ценно мы можем поговорить о том что как чувствует ваша мама и папа себя да также есть бабушки у них и собственно говоря бабушка может быть и сидит и никогда не дойдет да а ты уже можешь бабушку помочь что ли с другой стороны поэтому кейс здесь подбирали именно тоже с этой же позиции что-то для молодежи но в основном еще и для тех людей которые родные и близкие и забота о которых ну как минимум плюсик в карму да ну а как максимум это собственно говоря тоже ценность на самом деле это я считаю что на сегодня знаете вот мы сейчас в таких условиях вот реально мир оказался в таких условиях что наверное это еще самая главная ценность понимать что своими родными и близкими все хорошо вот правда и думаю что молодежь это как никогда тоже это сейчас понимает поэтому вот смотрите здесь тоже про здоровье но здесь и про красоту дель и вита юва маски корея корея молодежь корея они сейчас корейские магазины они очень хорошо собирают кассы поверьте и у нас есть прекрасный продукт из той же кореи мы можем это предложить также у нас малайзия говорить о том что это качество это премиальное качество малайзия вообще в принципе всегда славилась качественным продуктом что техника что косметика о том что это мега натурально вот говорите что это мультивитаминный заряд для вашей кожи а витамины очень хорошо проникает через поверхность кожи через клеточную мембрану очень хорошо витаминка работает точно так же вот если инвазивно колите ходите витамины здесь крем будет работать полноценно что говорю вы уже сами все пробовали просто донесите эту ценность не мажьтесь в одного да как мы говорим ночью под одеялом да не жадничать на информацию рассказывать о том что у людей есть возможность быть более красивыми молодыми и здоровыми а еще не перестаю про это говорить но наверное на вебинаре еще ни разу не говорила у молодежи будем так называть до у молодых людей очень часто сейчас есть еще такая потребность не так как у всех а не то что эксклюзивно уникально да а я знаю лучше я знаю больше и я знаю что из малайзии уходовые средства или малайзия да то есть попробуйте видеть малайзию где-то еще в другом месте как бы там ну про корейскую косметику вроде уже все знают да там не знаю там про как раньше про какую-то не знаю там литовскую косметику все знали тут это такая еще можно сыграть вот на этой вот потребности как бы ну быть не такими пользоваться чем-то интересным пользоваться чем-то более уникальным чем обычные средства которые стоят там не знают во всех магазинах и у всех на полках в ванной они стоят у всех будет стоять и не знаю там какой брать нельзя сухно ринге ну кунфа не замечу ну вот это вот вся вот эта история дешманская вся вот это да а у меня есть уникальная которая не где-то только в очень эксклюзивном месте можно купить не в каждом городе потрясающая серия ну и здесь тоже самое набор смотрите басу но сейчас уже вошел прочно в нашу жизнь без него никуда если вы заходите в чат в инфо лидер чат если сколько там всяких разных отзывов ежедневно приходит о том что какие проблемы решаются да человек забывает о том или о другом заболевании не только при помощи вас а вообще в принципе какие-то симптомы очень назящие его ранее проходят а когда он начинает использовать нашу продукцию от головной боли винотоник от посмотрите активатор сюда добавила ну специально ксицы это тоже да вот сейчас ксицы должен быть вообще на каждой шее да маст хэв вообще в каждой аптечке ну правда потому что и ни в коем случае нельзя пренебрегать там если какие-то симптомы появляются надо моментально вообще это купировать и обращаться в больницу с этим шутить нельзя поэтому вот такие продукты ну пластырь тоже а имбирный чай имбирный напиток каждый день утро это тоже маст хэв уже многих наших консультантов стало да имбирный напиток с утра разгоняет метаболизм разгоняет кровь у вас энергия начинает кипеть и говоря день по-другому проходит поэтому смотрите здесь можно конечно поделить ну а так вот если вы сможете донести информацию до что позаботься не только себе подзаботься от своих близких это закрывает вашу активность очень хорошо и говоря все довольны для мужчин крем для лица от раздражения на лице какой можно добавить в этот кейс ну мужского крема нет а какая разница ну вот смотрите от раздражения на лице это надо защитная а сыворотка если он будет пользоваться можно любую сыворотку из темы там добавить раздражение раздражение чего еще я думаю что знаете сюда можно каннаби еще спокойно вот вообще каннаби это смарт-уход который для любой кожи кожа мужская немножко по-другому устроена там механизмы воздействия средств по-другому немножко но каннаби это смарт-уход который сейчас он пришел же дай вот прям вот вот уже все подойдет каннаби приходит полностью на следую ну вот она прям на днях уже будет вместе с кремом для кожи вокруг глаз поэтому мужскую серию там и раздражение там и воспаление там и сухость там и морщины все 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 запечатано именно в каннаби я думаю что вот прям смело предлагайте кому всем мужчинам в том числе на самом деле там все прочитали там выше еще был комментарий что от морщин для мужчин неплохо бы какую-то мужскую упаковку сделать потому что люди реально пользуются но мужчины такие люди недоверчивые селька если там не написано фу мэн да то есть бабским не буду пользоваться а там не то там уже включается о опытная заботливая здесь уже донесите что какая разница какая банка здесь вообще если честно без разницы какая банка главное что там внутри вот именно касается кремов можно вообще из прозрачной банки наносить но если состав ценный то это уже и мужчина оценит и женщина к мне подсказка из зала пришла каннаби поступит не на следующей неделе через неделю в начале сентября в начале сентября уже да и долгожданная серия долгожданный продукт крутой продукт который мы ждем вот уже на наших полках он у вас появится предлагайте смело мужчина давайте дальше следующий есть мы все прочитали мы не будем сейчас отвечать на вопросы тем более такие серии там а будет ли крем после от загара сейчас не будем отвечать давайте дальше поедем пока она мы все прочитали а дальше следующий хотели назвать там и серии вот это вот как некрасиво называется я же мать но мы поняли что как бы я же мать у нас же последнее время это вот мне очень совсем некрасивый шлейф как бы вот вот от этого потом бешеные мамашки потом таки думать что они у нас бешеный вот как людей назовешь так такие нибудь не бешеные они и не мамашки поэтому их назвали маму ли маму ли фотку подобрала мне кажется это какой-то очень известный персонаж но я не знаю кто то есть реальный человек это многодетная мама да она очень кайфовый фото мне так нравится когда все там в одном стиле там семейная фотография так вот а ценность номер 1 да и та ключевая потребность которая там может привести и должна привести и в там это я хорошая мать заботливая вовремя все делающие то есть во время слышащие волны понимающие да то есть не потом уже там чего-то делать и бегать да то есть это для профилактики для того чтобы не болели они чтобы один не так там не знаю там уставали не так раздражались да и вообще в принципе как бы ну чтобы я в том числе было спокойно ключевая ценность я даже не хорошая я просто мать вот это наверное самая самая золотоносная аудитория для всех сетевых компаний потому что если обратите внимание то есть очень многие говорят так мамочка которая сидит в декрете вот давайте там зарабатывайте там какой-то дополнительный доход и так далее я хочу сказать что мамочки которые сидят декрете мне кажется они уже икают от того сколько предложений вообще поступает мы вот сейчас не про это да мы сейчас про то что казалось бы для детей у нас в ассортименте но в общем объеме казалось бы там особенно ничего нет это тоже заблуждение потому что а есть и для детей и если на них не нарисован мишка или на них нарисован слоник это не значит что это не для детей поэтому давай так что мы предлагаем а и ну то есть какой кейс мы здесь подготовили он может вам показаться странным смотрите но у нас кто опытные наши консультанты то знаете да что и раньше у нас такая у лиды такая школа есть шикарная с нуля с трех месяцев шести месяцев и там там единственно что миксуются продукты которых сейчас ну какие-то выявились уже но вот здесь вот то что нужно абсолютно каждому ребенку но в том числе и мамочки когда проходит беременность даже если мама вышла уже из декрета даже блин родина платит сколько там полтора года в декрете позволить да потом уже наша родина не очень декретная но и вышла мама на работу и ребятишки разного возраста сейчас вот представляете 1 сентября я вот прям с ужасом понимаю что 1 сентября через блин неделю через блин неделю это есть такой срок он очень такой дедлайн блин неделя надо надо чтобы ребенок был здоровый чтобы подготовлено да надо профилактировать надо чтобы он пришел 1 сентября и начал соображать быстренько переключаться потому что ну летом мы да отдыхали там все отлично поэтому профилактика здоровья профилактика жкт профилактика простудных заболеваний ссадины ушибы я не знаю как ваша у меня вот младшая дочь и десять лет она вот вся вот синяк сплошной но она футболист она футболист когда но вот это вот все и это вот наш маска который сейчас есть вот про зеленое масло хочу сказать травяное нас наши девчонки замечательные из якутии одно время продам ну это вот какое-то время назад да там продают просто там 500 там то черные маски они по 500 куда-то в улусы отправляли там людям которые пасут зимой скот да здесь вот зеленые маски горит написала в группу мамочкам садике что всем надо они раз и все купили но это же вы понимаете у нас реально шикарный замечательный он работающий не хочу сказать эксклюзивный не эксклюзивный работающий продукт который дает результат когда мы быстро мамы видят этот результат ребенок сопел хрипел и у него моментально начинается улучшение поэтому вот такой вот набор но витаминки это все таки наверное сейчас нужно уже деткам более старшего возраста вот моей например да сейчас обязательно нужно витаминизировать детей это вот сейчас просто как никогда это необходимо и профилактика всего-всего что можно только ну и сицы вы понимаете да это тоже маски я уже сказал что там смотрите тоже по одной по одной штучке посчитали все пожалуйста вот вам уже готовый кейс готовая продажа очень хорошо ой ну да вот такие вот дети у меня каратистка была фесенье как сейчас она уже футболистка синяки не прошли вот поэтому еще раз да вы можете составлять другие кейси да вы можете научить ваших если у вас есть менеджеры и у вас есть вырукнуть офис есть менеджеры вот делать вот такие вот сразу кейсы кросс-продажи как паровозики такие да то есть понимаем что поинтересовалась чем-то для детей все начали рассказывать причем если рассказывать вот так лайтово в примерах мы почему сегодня статья на этом готовились наверное каждый раз это жизненную ситуацию рассказать да там про крафтинг про футболистов про то как я там эти с этой молодежью работаю так далее как только ты расскажешь просто легко и не серии посмотрите у нас здесь вот это еще есть вы слушайте как бы надеть да есть и есть а там дети вчера приходила татьяна она к нам очень часто ходит взять у нее дочь футболистка как ни странно вся все никак быть классные помогает вот эта штука бах рассказали да еще смотрите ну и так далее да то есть вы можете добавлять в этот кейс что-то убирать в это да то есть это необязательная история главное поработать услышать а если говорить про привлечение про расширение расширение клиентской аудитории да то есть вот эта история одна мама рассказала другой потому что я не знаю по какой вот такой вот вселенской это загадка для меня как они везде объединяются как они друг друга видит издалека ну вот рыбак рыбака издалека друг друга одного возраста дети без детей но они понимают что то есть это распространяется очень быстро конечно причем как хорошие отзывы так и очень плохие там тоже очень внимательно нужно выйти к этой истории то есть там моментально все это происходит поэтому в эти сообщества да то есть вот одну маму нашли вторую маму нашли третью попросите чтобы она тоже рассказала попросите чтобы она поделилась где-то в каком-то я не знаю это в своем чатике с другим мамам там с его родственникам своим и таким образом будете собирать достаточно большие заказы да и расширять эту аудиторию но хотя мамы то есть еще раз это может быть не вы можете не жить в этом мифе но я знаю консультантов которые в этом мифе живут что для детей у нас мало бегу еще раз если на упаковке не нарисован медвежонок слоненок или там щеночек или цветочек это не означает что это не для детей это мне нравится категория придумывали что-то с недели назад мы это где-то следующая категория пьющие внимание на экран пьющие вы же понимаете да вот на самом деле это серьезная информация есть такие люди которые пьют добавки бат и всего-всего там всякие чаи ликеры настойки вот я даже не знаю вот все что вот можете да там все что можно заварить все что можно заглотить раз порошки раз да я я видела как люди назначают зачем-то какие-то блогеры по 36 таблеток в день ну бадов и они это все пьют и как бы а еще же фито чай надо а еще вот там еще что-то а еще там еще что-то ну то есть мы выделили эту отдельную категорию это люди которые любят 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 эту историю до любят это как бы ну вроде как заботиться о себе да и если говорить про ценности дата они все знают о себе ну то есть эти вот у меня вот здесь что-то вот а это надо вот это попить а вот здесь у меня что-то это надо вот это попить это сферетина да 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 это омега это и ну на самом деле это все надо пить но дело в том что у нас есть продукт который закрывает максимально потребности суточное организма в том что ну давайте да кейсом перейдем давайте то что необходимо организм мария такие водятся они бы все скупили в майтане водятся водятся они они возможно рядом с вами мимо вас проходят ежедневно просто вам надо немножко особенно около спорта и около зожа вот они водятся и около зеленый зеленого питания и правильного питания я вам серьезно говорю водятся и там очень много кстати вот сидят и категории людей то есть там до 35 которых я тоже называю молодежью ну вот здесь смотрите мы с лидой просто посмотрели да вот что можно максимально вот два это вот то что можно пить одновременно реально два вида бат два вида фитокапсул дженекс ну как бы сейчас без него вообще никак вот ну бат посмотрите взяли детокс и нейроведа сюда на самом деле можно другой но это самые такие которые кому всем от чего от всего ну реально детоксикация улучшение мозговой деятельности да то что с сосудами связано то что с головой и здесь получается мы сосуды взяли и крепкий иммунитет ну ребят ну это логично логично да сейчас без этого никуда дженекс то он реально закрывает большое количество разных потребностей и разных проблем потому мы не говорим раньше говорили да что это проблемы то ой проблемы молодости да вот вы молодеете митохондрии отраскают там хромосомы там начинают митохондрии начинают функционировать там все 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 там начинает клетка новую жизнь как показывает практика сколько уже принимаем очень много зимы да она пришла перед новым годом но это уже больше чем полгода получается да практически год а сколько разных проблем со здоровьем закрывает люди лучше начинают чувствовать себя начинают соображать начинают не только выглядеть но блин столько в организме всяких происходит на самом деле это наверное ну как у каждого в чем-то своем вот это положительные как бы там выражается но мы когда просто готовили все это продажи и понимали мы говорили да это самое главное это то что как бы там замедляются да вот эти процессы старения да что там при томат а люди в итоге нам говорят за что ли у меня волосы начали расти в нужных местах и много где никогда не росли у меня глаза и с ней стали я сейчас не вру мне человек показал фотографии как бы ну что глаз это загорелся глаз даже цвет немножко изменился то есть яснее стали глаза энергии дофига а мыслей классных дофига голова не болит руки перестают там чего только вы чего только нет и вот для таких людей которые пьют пьющий как мы называем знают все много пьют привыкли доверяют таблетка работать сто процентов да но мы на себе это в том числе тем кто много знает про какие-то другие потому что но мы же не одни на рынке да то есть как бы на на рынке бадов на рынке добавок да и так далее мы не и раз она такая пьющая да или он такой пьющий да то есть они как знают и что нам предложить как ее переключить на наш продукт начните с джинэкста потому что джинэкста такого нет ни у кого я не скажу что он крайне уникальный но на российском рынке аналогов нет то есть если можно найти подобные да с подобным обещанным эффектом то джинэкста нет поэтому и плюс маленький наборчик 200 а один там не мне сюда начинается причем это ну а ну да там по 30 по 30 да нормально ну тут получается месячная да в любом случае можно остановиться можно потом их заменить нутрицептиками там смотреть уже джинэк лучше 3 месяца знаете сибирские фитокапсулы тоже лучше 3 месяца курс поэтому но здесь уже ну вот это вот максимум лучше 2 бат двое фитокапсулы джинэкс либо там трое фитокапсул 2 бат но здесь уже смотрите по-разному в любом случае активности все будут закрыты ну и следующая категория нам надо уже сильно ускоряться 54 минуты мы уже разболтались да но народу нравится смотри вам реакция хорошая поэтому и важная вроде инфа и так это у нас пятая последняя на сегодня категория которую мы назвали не пьющие и вот такую картинку я подобрала ну то есть что такое не пьющие таблетки я не пью бады не работают травяные какие-то все эти истории как бы я пойду сама нарву это знаете заварю чаек и все нормально ромашку я знаю как выращивать до лаванду знаю где понюхать как бы я все знаю поэтому вашу вот эту вот всю химозу и все остальные вот эти всякие обогащенные травы на травах то есть как бы я не пью я сама собираю картинку подобрала девочка симпатично но вот это вот не так они конечно выглядят тем не менее я все знаю там ключевая ценность да и ключевая потребность я все знаю сама умею я их называю иногда сам себе доктор которая сама себя послушала сама себе диагноз поставила сама себе создала препарат подлечилась да и потом еще всем рассказывает что как бы вот ну горчичные пластыри это самое лучшее в мире вещи как бы не надо больше ничего покупать полно так да вот вопрос да а вот чё как ее к нам за счет чего о чем вы говорите ну то есть вот нужен зачем она нужна она очень нужна если она все знает и если она всем все рассказываю и у него ценностью и экспертиза это вот знаете вспомните у меня такой сразу образ приходит это вот моя теть валя теть валя которая говорит кабачками натерлись значит я тебе сейчас расскажу до значит смотри ягоду нужно вот эту кушать значит так малину не жрать значит вот от облепихи но ее нужно очень хорошенечко так знаете вот кипяточка и только вот и там все просто там она знает все но любое вот казалось бы человек скажет слушайте а как вообще весь мир излечить от онкологических заболеваний тетя валя скажет значит облепиху собрали вот она знает всегда все такое ощущение то есть вот и ну по представляете а если она влюбится в мытану ведь что не работает она будет всем вот это пластырь значит вот сюда вот это вот пьем нас курс вот сюда масочку вот так вот и все работает поэтому они нам нужны это на самом деле такие будут классные адепты да через что да и что им предложить и на наш взгляд на что они должны среагировать там все очень просто вот смотрите я сейчас хочу еще прям буквально два слова а вот мы всегда же за все чем-то платим согласны вот чем мы платим мы можем платить деньгами можем платить временем хуже когда мы платим расплачиваемся здоровьем такое тоже может быть и вот здесь вот уже можно на этом поиграть ну если у нее там полно времени а это же тоже можно рассказать вот послушай ну травы это на самом деле фитолечение это очень круто и у нас в нашем ассортименте есть такие продукты я думаю что с этого если вот она вот вся такая натуральная там она из листа смородина только чая пьют и так далее расскажи вот послушай мне нужна твоя экспертиза вот здесь работает человек который с 40-летним стажем это настоящий доктор он аккредитован медицинским сообществом как врач-фитотерапевт вообще фитотерапия не признана медицинским сообществом сфера да но здесь именно вот так и здесь подобраны такие травы которые в синергии работают но послушай пожалуйста меня здесь нужно пропить хотя бы три месяца вот давай начнем самого важного ты хочешь быть здоровым хочу ты хочешь чтобы твоя сердечно-сосудистая система была здоровая да хочу и ну давай тогда вот попробуй вот таким образом иммунитет сосуды и детоксикация хочешь пару-тройку килограммчиков скинь ну в принципе можно было бы да там стройнануть полегче себя почувствовать вот таким образом но здесь да натуропатия вот таблетка как работает работает по рецепторам то есть заболела ты таблетку долбанул тебе раз отпустила все по рецепторам а это немножко другая система да натуропатия работает дольше но она всегда и она работает и конкретно бьет в то место где тебе вот надо да а потом еще рикошетом бьет по всем органам и системам которые ну по бочкой скажем так здесь трава вы объясните что их не надо недооценивать я уважаю твою на вот это вот любовь датна к натуральному натуропатия это такое вообще понятие когда ты это все берешь и воздействие на весь организм идет очень да не быстро но нельзя этого недооценивать посмотри здесь вот собрали во первых очень хорошая технология да такой нет это натуральная трава это не экстракт это не порошок посмотри ты можешь заварить даже чаек из этих капсул вот таким образом надо на ее языке разговаривать я такие вещи уже проводила и да люди соглашаются и смотрят и принимают решение все-таки попробовать а потом если она реально либо там можете предложить другой набор если у нее есть проблемы со здоровьем другие да у нас суставы сосуды что хотите вообще все можно закрыть счастливы вместе сердце ноги и так далее то есть вы уже здесь смотрите там мозги сердце ноги мозги ну что говорит если я на как бы на своем даже близком человеке то есть вот эту историю прошла то есть называется натуральный натурал как бы вот натуропатия ты говоришь я называю натуральный натурал и все что там вы запихиваете ваши коробки скорее всего но это же производство за или через что я переломила вот эту историю человек начал пить дышать полной грудью фитокапсулы я показала рассказала и казала видео с завода и рассказала кто такой карипанов что это не просто производитель а что это за проект то он на самом деле и вот вот это для человека стало очень таким авторитетным очень экспертным ну и соответственно потом уже где-то но не на первый месяц то есть где-то наверно там может быть месяц на второй признался да что там улучшилось самочувствие улучшилось состояние то здесь единственная история с фитокапсулами который про который нужно помнить это не мгновенный эффект вот и обещать его точно не нужно более того когда люди возмущаются или возражают и говорят типа отчетом эффекта прям сразу не будем дайте это все тоже видео которое у нас окей скинем что да нет я я уже говорила про то что эффекта быстрого не обещать и на те возражения когда человек говорит я я я все время поражаюсь когда человек говорит о том что как бы я а третий день уже ваши бады и пью и ничего не происходит не лучше не становится мне так потом думаю чертах раздражаюсь как бы ну люди разные то есть она купила за 4000 рублей да то есть она думает что как будто это также я создаю с анальдином да она должен тут же пройти или с пазмолетиком с каким-нибудь и я тогда очень так ласково и говорю друзья знаете вы организм свой гробили годами десятилетиями а сейчас хотите чтоб функция как бы но остановилась за три дня вот ну это я вам так сейчас жестко говоря конечно то есть как бы так более но по сути это так и есть поэтому здесь единственное что да это эффект но опять же тот натуральный натурал который как бы любит травки сам собирать и сам все знают он и прекрасно знает как это тогда все работает по идее да что но не там мгновенный эффект таблеточники шикарная вообще да ей надо колесиков закатить штук десять сразу там только чуть-чуть уже там да 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 это кстати для вот таких таблеточников я опять же когда я тоже говорю что карипанов это практикующий врач гинеколог онколог с двадцатилетним опытом работы и вот сейчас он ну то есть он представитель производства и он сам да то есть немножко немножко вот это вот снижается до недоверия там каким-то там непонятным а вот все что вот если есть вот такой шлейф у человека что это китайская медицина который как бы но нам тоже десятилетиями говорили что это вообще не медицин также как аюрведа ну то есть вот это что это вообще не медицина да то есть если вот у человека там вот ну все рогом уперся да то есть как бы ну про продайте ему маску для лица есть такие да но еще раз мы выделили тех 5 которыми грубо говоря последними столкнулись и который наверное ну не такие явные да нужно таблеточники это вот та история мы как бы и знаю про не очень часто говорим вот мы сегодня еще раз да сейчас будем заканчивать уже потому что невозможно мы сегодня постарались что донести первое продавать на уровне ценности понимать если вам нужны эти люди вы хотите расширить количество людей из другой категории да то есть вот обновить тех с кем вы постоянно работаете ну то есть вот этот образ так скажем разбить и выйти на те аудитории которые казалось бы ну то есть не в мы там то попробуйте вот через эту историю да то есть я напомню через заботливых жен да а через молодых людей вместе они по отдельности и важно казалось бы чем молодой молодежи мы там делать есть что делать через мам которым опять же кажется что для детей мало ничего немало все у нас есть для этого и плюс вот эти пищи и не пьющие может быть даже не пьющие для нас более ценные более ну быстрее как бы там завоевать чем пьющик вот как-то у меня такой сложился и так можно можно вот еще раз показать первых кейсах хочу сфоткать и и да сейчас я но мы вам вертируется на 5 завтра все ловите в офисе все у вас будет вот эти вот этим коллеги ну что а будем прощаться то есть резюме еще раз да то есть это было пять кейсов у вас могут быть своим выделите свои сегменты те кому нужны новые люди допустим те же самые старпойнты не знаете где увеличивать оборот как пригласить новых клиентов я сейчас не говорю там про партнеров бизнес да это тоже нужно и важно но хотя бы с клиентов начните попробуйте вот вот через эти вот группы более того мы каждую вот эту категорию сейчас выделили еще по одному признаку обычно эти люди собираются группками и то есть если ты завоевал одного то посылочка в москву точно уедет потому что он расскажет второму третьему люди охотятся рыбачат командные виды спорта командные сплавы это группы мамы они как-то друг друга находят они предпочитают общаться вместе они как-то друг друга находят а убьющих и не пьющих тоже они группах да у одного блогера тусят там какого-то да и так далее какую-то одну а ну молодежь ну с молодежью чуть меньше но тем не менее да то есть этот через круг знакомых только скорее всего они купили у меня и делятся и потом просто эти патчи мой любим финальный слайд с ольгой бузовой вопросы задавайте ну раз нет вопросов спасибо всем кто написал спасибо всем кто написал что полезно мы очень рады потому что очень 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 хочется быть полезным и радовать и радовать это наш опыт и мы как вложились если такой формат заходит мы будем его делать чаще потому что ну это не серии там мы какие-то вау знания там вы просто собрались станет от силе побеседовали но мы блин а где у нас еще люди почему у нас считается что нам только бабули то приходят нет у нас есть для всех не только бабули для листара вы для бруталов вы бы видели какой у нас тренер спортивные покупают у нас всю эту продукцию я думаю что скоро станет нашим консультантом там просто просто вот поэтому все если у кого-то есть ощущение что как бы бабули то забудьте это уже очень 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 давно ну что спасибо да как обычно сконвертируется запись она будет личном кабинете и как обычно конспект и презентацию я думаю что скорее всего просто презентацию без конспекта посмотрим отправим всем рассылкой отправим все наши группы в которых да вы дорогие мы состоите все спасибо со всеми прощаемся пока пока